всем привет здравствуйте приветствую вас на нашем мастер-классе сегодня он посвящен файбер базам работу буду делать такую немного необычную как правило на одном пальчике показываю а сегодня у нас целая рука и мы файбер базу сегодня будем совмещать с вами с гелевыми типсами здесь у меня у клиента достаточно отроши гелевые типсы то есть требующие уже коррекцию минус один пальчик у нас в потере и соответственно на пальчиках где у нас было уже отрастания на одну треть ногтевого ложа я выполнила коррекцию при помощи файбер базы работала файбер база и клет сейчас мы с вами восстановим длину при помощи гелевой типсы и выполним укрепление также файбер базы немного возвращаясь к продукту хотелось бы сказать что файбер база это скульптурная база в которой присутствуют в составе синтетические волокна за счет чего материал получил невероятную прочность очень хорошую жесткость базы не дают усадки при отрастании архитектура сохраняется и соответственно ногти достаточно долго носятся и плюс еще база имеет очень хорошую адгезию файбер база у нас представлена в разных форматах как упаковки так и в разных цветовых решениях можно посмотреть это все увидите на нашем сайте в поисковике вот файбер база она может быть и в во флаконе с кисточкой также файбер база представлена в таких в упаковке в объеме 30 миллилитров где вы можете доливать во флакон необходимое количество и также она в дуэкпаках представлена поэтому зайдите на наш сайт и там вся актуальная информация по наличию будет представлена но мы сегодня работаем с вами файбер база и кольер синтетические волокна файбер а если мастера кто-то сталкивался да с продуктом что такое файбер вот посмотрите файбер глаз это искусственное синтетическое волокно сейчас я для примера вам должен должен быть я вам для примера покажу то есть вот это синтетическое волокно которое предназначено для ремонта ногтей вот такой вариант видите он состоит из таких небольших волокон вот собственно говоря эти волокна их измельчили и добавили в в базу для того чтобы мы могли получить на высшую прочность особенно видно это в прозрачные что в действительно в составе есть волокна когда вы смотрите возьмете капельку и посмотрите при большом увеличении особенно на свет видно что прям в самой базе эти волокна присутствуют но при этом они при моделировании не торчат они очень качественно утопают в объеме материала не требует дополнительного опила то есть можно в общем то работать без опила здесь например у меня на трех пальчиках четырех то включая большой нанесена файбербаза прозрачная а пил здесь никакой я не производила то есть просто выполнила укрепление и если я коснусь видно что даже вот дисперсия да видите я их не обезжиривала то есть я не пилила дисперсия на поверхности присутствует и при этом абсолютно они гладкие нет никаких торчащих элементов то есть материал максимально комфортно в работе пальчик который нам нужно восстановить почему коррекцию делаем я например клиент не хочет убирать длину типсы гелевые отрасли на одну треть ногтевого ложа здесь было наращивание при помощи гелевых типс ногти отрасли она длину не хочет убирать и соответственно на этом пальчике мы также при помощи типсы восстановим гелевая типса у неё есть особенность она при первичном наращивании конечно же устанавливается только с небольшим отступом от зоны кутикулы но нам длину нужно повторить поэтому типс мы будем устанавливать повторяя скажем так имитируя отрастание на одну треть ногтевого ложа а файбербазы пользуемся именно для того чтобы получить максимальную жесткость то есть для того чтобы перекрыть по поверхности вот эту одну треть отросшую потому что с типсами мы как правило работаем с базой медиум или с базой максим но при коррекции я рекомендую пользоваться именно файбербазы для дополнительного укрепления то есть если клиент длину хочет сохранить нам нужна максимальная жесткость мы должны ее обеспечить и как раз таки файбербаза идеально для этих целей подходит типс по размеру я уже подобрала для того чтобы время не тратить с внутренней стороны убрала глянцевый блеск для максимального прикрепления и фиксации к натуральной ногтевой пластины обезжириваю поверхность при помощи евро клинцера для дополнительного обезжиривания вы можете пользоваться nail prep дегидратант остатки влаги выводят из поверхности ногтевой пластины также можно обработать концевую фалангу если например у клиента очень сильно влажная кожа и вам это мешает в работе можно таким образом далее ультрабонд грунтовочный препарат для создания такого первичного слоя дисперсионного имеет дисперсионную пленку создает точнее дисперсионную пленку на поверхности ногтевой пластины не требуя дополнительной полимеризации и далее уже непосредственно сам тип изначально подобраны по размеру мы его устанавливаем смотрим чтобы он у нас относительно центральной оси был ровно зафиксировано то есть фактически примеряем можно в случае в нашем да когда у нас не достает длины на одном пальчике мы сравниваем его с безымянным то есть определяем нужную нам длину таким образом и далее уже мы берем базу все-таки сажать именно гелевые типсы я рекомендую на базу либо медиум либо макси клером мы будем уже выполнять непосредственно укрепление можно нанести небольшой слой без дополнительной подложки из жидкой базы сразу я беру базу максим и от кутикулы с небольшим отступом наношу на поверхность боковых параллели тоже можно слегка отступить потому что при фиксации типса некоторое количество базы будет выходить на поверхность и небольшое количество я выгружаю на опиленную часть на зону фиксации образом выгрузили здесь методом проб и ошибок количество рассчитываем уже исходя исходя скажем так из опыта типс подвожу перпендикулярно относительно свободного края и далее начинаю таким образом его поджимать видите чтобы пузырек воздуха у меня начал выходить на поверхность так подсветишь подсушиваем при помощи ультрафиолетового фонарика все отлично пузырей у нас никаких внутри не образовалась видно плотное прилегание и далее уже досушиваем в лампе немножечко мы с вами затронули и постановку гелевых типс стараемся наносить небольшое количество материала для того чтобы даже волна вот этой базы вы сейчас увидите она у меня вышла в зону кутикулы то есть на этот отступ на который я сделала но не потекла к боковым валиком гелевые типсы так если в двух словах это полноценные полноценные ногти быстрый вариант как альтернатива наращиванию они не требуют дополнительного выстраивания архитектуры по поверхности в случае если мы фиксируем их непосредственно от кутикулы а так как мы с вами делаем отступ для того чтобы все таки восстановить длину так как у клиента моего длина уже присутствует видите соответственно я уже сделала отступ видно что часть макси базы у меня именно в эту границу вышла но не потекла в боковые валики так следующим этапом обращаю ваше внимание что для того чтобы типс был абсолютно глянцевый с внутренней стороны его нужно покрыть внутри финишным покрытием топ-теклассом или даже ультрашайном можно это сделать да где тут у меня только так вас перевернуть внутри те типсы которые уже стоят естественно да мы видим что человек руками пользовался а человек этот у меня мастер конечно же он всегда работает с обезжиривателями с жидкостями для снятия гель-лака поэтому конечно типс реагирует на это с внутренней стороны обязательно нужно перекрыть далее следующим этапом после того как мы подсушим с внутренней стороны типс нам необходимо придать форму здесь по факту форма у нас уже готова мы не будем ее перепиливать на какой-то иной вариант но вот здесь на носике все-таки это пластик да и пластиковую часть нужно сделать выровнять сделать ее ровно чтобы ничего не мешало и не цеплялась опиливаем носик и опилим границу контактной зоны и уберем блеск с поверхности так давай ручку поверхность я обезжириваю так как макси база у нас имеет липкий слой регулирую кончик ну то есть форму даже непосредственно по бокам тоже можно подобрать потому что типс чуть-чуть мы берем с запасом по ширине для того чтобы все таки у нас много цветов не отличался от остальных знаете как бывает клиент сломал один ноготь и мы сделали восстановили вода при помощи например нижней формы он у нас отличаются от всех остальных пальцев и выглядит это максимально некрасиво здесь мы конечно же стремимся к тому чтобы повторить эту форму которая у нас уже присутствует и опиливаем контактную зону можно контактную зону напиливать при помощи той же самой пилочки можно прибегнуть к помощи фрезы уже непосредственно особенно если вы до этого выполняли монитор процедуру монитора и для того чтобы пилочкой не цеплять потому что все таки занос пилки всегда присутствует и как бы аккуратно мы не пилили кутикула у нас в той или иной степени цепляется опиливаю контактную зону если вдруг вы видите что что-то затекло убирается нам этого делать сейчас не нужно и теперь просто по поверхности типс я за за шлифовывал дыра блеск кстати можно это пилочка можно делать это шлифовщиком тут уже смотрите сами как вам удобно фактически при помощи гелевого типса восстановили дину зачистили границу и сверху по поверхности я еще раз подчеркиваю что гелевый типс это полноценный ноготь но так как мы его установили имитируя уже отросшую границу именно поэтому мы уже будем использовать файбер базу в качестве укрепления по поверхности поверхность можно обезжирить для того чтобы убрать излишки опила убираем и пользуемся я делаю прозрачка сегодня работаю файбер базой клер здесь конечно можно на свое усмотрение и камуфлирующим клером поработать база достаточно густая по вязкости поэтому доставайте аккуратно ее из флакона набирайте на носик потому что чем гуще материал тем больше вероятность что наберутся пузыри вовнутрь поэтому стараюсь работать максимально аккуратно укладываю подталкиваю кутикуле туда настолько насколько мне кисть позволяет не выполняю даже не то чтобы укрепление а просто выравнивание так как основную все-таки жесткость основной функционал у нас основная нагрузка у нас идет на гелевый типс а файбер база здесь уже в качестве дополнительной подстраховки качестве дополнительной прочности завожу подвожу под под кутикулу идей протягиваю то есть на носик я особо и никакой толщины не давала а вот как раз таки на 1 3 ложе ногтевого натурального ногтя нам нужно максимально вот это вот наполненность сейчас можно доработать линеарная кисточка можно доработать кистью из флакона несмотря на то что файбер база имеет достаточно такую хорошую вязкость материал густой на не течет очень удобно в работе и можно достаточно долго выравниванием заниматься но при этом посмотрите как хорошо она моделируется получается хороший хороший блик очень сразу же за счет вот этой вязкости дается нам нужная толщина то есть очень рекомендую файбер базу использовать не только в качестве самостоятельного покрытия сушим но и в качестве коррекции то есть это достаточно удобно особенно если нужно выполнить какие-то варианты с ремонтом ногтей вариант ремонта например который сейчас мы с вами сделали мы восстановили а длину при помощи гелевой типсы и укрепления файбер базой можно ремонтировать те ногти которые имеют трещины в зоне в ростов и либо выше на уровне ногтевого ложа потому что за счет синтетических волокон внутри базы в процессе полимеризации образуется такой очень жесткий каркас получается жесткая решетка за счет волокон внутри что дает покрытию максимальную максимальную прочность так подсушили вот смотрите вот такая коррекция у нас получилось ногти будут достаточно прочной и длина у нас такая приличная длина большая но файбербаза даст нам возможность полноценно до доносить ногти до следующей коррекции еще раз повторяю что мы работали с вами файбербазой файбербаза несмотря на то что и имеет разный пигмент в своем составе абсолютно все базы даже те которые пигментированы они имеют у себя волокна волокна искусственного файбер материала представлены они в разных форматах в разных объемах есть даже дойпаки для мастеров которые активно работают у них достаточно востребованные потому что мастерам продукт нравится и вот такие большие объемы они конечно же более более выгодные для приобретения на нашем сайте вы можете зайти на наш сайт и в поисковой строке даже если вы русскими буквами напишите файбербаза вас сразу перекинет на страничку с продуктами где будет актуально указана и стоимость продукта и те объемы в которых на сегодняшний день он представлен если у вас остались вопросы по работе с файбербазой можете писать их в комментариях мы с удовольствием продолжим с вами общение и на все ваши вопросы ответим всем спасибо большое за внимание и хорошего дня до свидания